Частка узнятых проблем отрымалася вырешать еще до начала приема. Саденьшение у прасоладкования, установка дорожных знаков и оформление опеки над неполнолетними. Этими вопросами занялись местные улады. А вот у Ирины Тихинской из Гомельского района на запасе был целый комплекс проблем. Землю упорадкования, водозаписпечения, санитарный контроль. В 2060-м женщина набила будинок былого сельского клуба «Увезцы Будатин». Тогда она плановала сделать его жилый дом, а Леня реализовала эту идею до последнего часа. Кажется, что пирожка джая целый широк факторов, але самая головная на думку владельницы будинка необходимо перенести дорогу, которая проходит побоч. С моей точки зрения, надо выровнять этот участок. Почему? Потому что, прежде всего, его неудобно обрабатывать. Там трактор не может ровно ездить, там лошадь не может ровно его перепахать. Это одно дело. С другой стороны, думаю, поскольку гибается дорогой по полукругу, то, по большому счету, там постоянная угроза для пешеходов. Со стороны приезжающих машин. Об наявности дороги каля Будинка женщина ведала еще с моменту его набыття. На ее думку, перенос допоможе не только выровнять межу участка, а и повеличить его территорию. А прочее того, женщину хвалюю правомерность проведения вязковцами, доброупорядкования земель огольного корыстания. А так само законность размещения водопроводного колодяжа и линии электропередач. На перед дни приема у Будатин выезжала комиссия с 14 специалистов и депутатов. Владимир Дворник Перконаны при принятии кончаткового решения необходимо денежать в рамках законодавства и не причиняющую шкоду соседям. На выражение проблемы отводится 10 дней. Вы разделите, что там с водопроводом, с дорогой, где кинуть это кольцо, где его сдвинуть, ставьте коммунальное хозяйство. Дорожники сделают эту дорогу и снимут проблемы. Нашли проблемы. Я бы наоборот рад, что пришел сюда человек жить к вам. Одночасовый руководитель региона дал доручение на видозвездку специальной комиссии, в состав которой будут включены депутаты всех узровнев, от сельского совета до национального схода. Ее задача – встретиться с всеми зацикавленными боками. Алисин Сюров, Ульга Кыновалова, Валерия Панько, Телерадо, компания «Гомель».